Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 30 января и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Закрытые на новогодние праздники рынки Китая и Гонконга вновь вызвали вялую утреннюю динамику евро-доллара на торгах в пятницу. Всю азиатскую сессию пара провела в интервале 1.3108-1.3081. Волна слухов о скором соглашении греческих властей с частными кредиторами несколько оживила торговлю. Спрос на евро начал расти и курс пары вырвался из диапазона, достигнув промежуточного максимума на отметке 1.3159. Однако закрепиться на этом уровне валюте не удалось. Сообщения о новых понижениях кредитных рейтингов европейских стран вернули пару в пределы утреннего диапазона. Но и здесь валюта не задержалась. Публикация в США данных по приросту ВВП за четвертый квартал, значительно превысивших предыдущие показатели, оказала довольно позитивное влияние на интерес инвесторов к рисковым операциям с высокодоходными валютами. Курс евро на этом фоне вновь начал расти. Последовавшее вскоре выступление представителя властей Греции о том, что переговоры с частными инвесторами завершаются позитивно, а также изложенные им некоторые детали этого соглашения еще более усилили спрос на единую валюту и вызвали активные покупки пары. Курс евро на этой волне достиг нового семинедельного максимума, зафиксировав подъем на отметке 1.3233. В нашем прогнозе на понедельник ожидаем разворот пары и начало ее снижения к целевым уровням 1.3176, 1.3109, 1.3055 и 1.2971. Вместе с тем сигналы индикаторов и фактическая волновая структура ценового движения пары позволяют также предположить вероятность еще одной попытки продолжить подъем, что подтвердится пробоем максимума предыдущей недели 1.3233. Если это произойдет и евро-доллар сумеет закрепиться над этим уровнем, подъем может возобновиться в направлении 1.3334 и 1.3367. Далее ожидаем разворот и снижение пары к вышеуказанным целевым уровням. В течение всей торговой сессии в пятницу фунт доллар не оставлял попыток протестировать максимум предыдущего дня 1.5733. К началу американских торгов валюте наконец удалось достигнуть этого уровня, однако выход сильных данных по ВВП США и новые снижения кредитных рейтингов в Европе отбросили пару назад. Курс британской валюты в падении коснулся двухдневного минимума 1.5640, но тут же начал восстанавливаться. Катализаторами подъема для пары стали рост интереса участников торговли к покупке высокодоходных активов и резкое ослабление доллара по всему спектру рынка. Вслед за единой европейской валютой курс британского фунта также начал активно достигнув на исходе дня максимального шестинедельного уровня на отметке 1.5639. В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем завершение предыдущего подъема валюты и ее разворот на снижение к целевым уровням 1.5702, 1.5660 и 1.5582. Альтернативный сценарий продолжения подъема пары может стать актуальным только в случае пробоя вверх уровня 1.5733. Решение Федерального резерва США о сохранении действующего норматива процентной ставки до конца 2014 года продолжало активно поддерживать на торгах в пятницу рост стоимости драгоценных металлов. Котировки золота на фоне слабейшего доллара выросли от минимальных уровней в Азии 1.714.26 до новых восьминедельных максимумов 1.739.73 за тройскую унцию. Серебро также подорожало на фоне растущей стоимости сервивых товаров. Курс металла вырос от минимального уровня в Азии 33.26 до 34 долларов за тройскую унцию. В экономической статистике понедельника Еврозона опубликует серию индексов потребительской уверенности и условий деловой среды в регионе. Сегодня же начнет свою работу экономический саммит лидеров ЕС. В США выйдут данные по изменению уровней доходов и расходов населения за декабрь месяц, а кроме того индекс производственной активности от ФРС Далласа. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Аналитика от MaxiForex используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка.